МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это статистика, которая касалась многих аспектов. От того, насколько велики пенсии пожилых, и до того, насколько они довольны, по их собственным словам. Норвегия оказалась во главе списка, оставив позади себя Швецию. Томас Хансен, исследователь университетского колледжа Осло, объясняет. Старики в Норвегии чувствуют себя уверенно благодаря достойному и щедрому пенсионному обеспечению. Цитата. Это благосостояние и система мер, которые мы, возможно, воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, но которые в международном плане довольно уникальны. Например, доступные субсидируемые меры в области здравоохранения и ухода, общественного транспорта, жилища, хорошие пенсии, безопасная местная среда и так далее, сказал Хансен. По словам американских ученых, благожелательное к пожилым людям общество – это то общество, в жизни которого они могут участвовать, где они чувствуют себя уверенно как в экономическом плане, так и когда ходят по улице, где им оказывается медицинская помощь, где они живут в гармонии с молодыми поколениями, и где они довольны жизнью. Европейский раскол в связи с приближающимися европейскими выборами издание «Лемонт» пишет о противостоянии между Виктором Урбаном и Эммануэлем Макроном. Венгерский премьер-ультраконсерватор, герой защитников суверенитета и борцов с мигрантами на континенте не может прийти к согласию с либеральным французским президентом, борцом за углубление ЕС. Оба лидера хотят показать, что занимают совершенно разные позиции в перспективе европейских выборов. Первый хотел бы свести Европу к межправительственной организации, которая бы обеспечивала свободу перемещения и при этом противодействовала иммиграции. Второй, наоборот, стремится сформировать новые общие ведомства, в том числе в сфере права на убежище, создать бюджет еврозоны и перестать финансировать страны, которые идут против норм правового государства. Для достижения своих целей им обоим нужен максимум евродепутатов. У каждого есть как союзники, так и те, кто не хочет втягиваться в этот раскол. Самые жесткие заявления звучат из Германии. Норберт Редгин, глава парламентской комиссии по иностранным делам, считает, цитата, «Нам нужно бороться за единство Европы, а не ее раскол. Вопрос не в том, чтобы устраивать конкурс, чтобы понять, кто лучше в Европе, а в том, чтобы найти способ работать вместе», — говорится в статье. Как отмечает польский евродепутат Аздеслав Краснодепский, Европа Ангелы Меркель не та, которую хотел бы видеть Макрон. В то же время Макрон придерживается очень жесткой миграционной политики, на которую у Европы Орбана нет монополии. Карта раскола намного сложнее. Таким образом, заключает автор МОН, с противостоянием двух этих лидеров все не так однозначно. О пользе эффекта плацебо в материале Петры Апфель для издания «Фокус». «Плацебо — это половина успеха лечения», — пишет журналистка, ссылаясь на выводы немецких ученых. «Если бы медики использовали его целенаправленно, некоторые пациенты могли бы быстрее выздоравливать, а другие — глотать меньше лекарств», — уверяет автор статьи. Исследователи, объединившиеся в ассоциацию плацебо «Компетенс», поставили себе целью привлечь к этому эффекту больше внимания в современной медицине. Цитата. «Неврологи и психологи убеждены в том, что с помощью целенаправленного использования эффекта плацебо можно усилить любое терапевтическое воздействие и, прежде всего, максимально увеличить воздействие медикаментозного лечения. Нет ни одного медицинского вмешательства, в котором эффект плацебо не играл бы никакой роли», — уверен Винфред Рив, профессор кафедры клинической психологии в Марбруском университете. В экспериментах с ложными лекарствами задействованы те же зоны мозга, что и в случаях с настоящими медикаментами, — показывают исследования. Также подобные препараты меняют биологические процессы, например, иммунную реакцию, передачу нервных импульсов или выброс гормонов, — передает Апфель. Оказалось, что анальгетики действуют в два раза лучше, когда пациенты испытывают положительные ожидания, — продолжает журналистка. Обезболивающие также имеют более выраженный эффект в случаях, когда испытуемые уже принимали их ранее и помнят об их положительном действии. У образованных родителей рождаются более здоровые дети, утверждает медицинская страховая компания Германии. Подробнее об исследовании сообщает немецкая газета «Цайт». Девочки и мальчики в семьях с более низким уровнем образования обоих родителей в три раза чаще страдают такими заболеваниями, как кариес или избыточный вес, чем их сверстники из семей, где у обоих родителей есть высшее образование. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном на основании данных 600 тысяч детей и 430 тысяч родителей за 2016 год, проанализированных университетом Биллифельда. Цитата. «Это неравенство среди семей, отражающееся на состоянии здоровья, более масштабно, чем предполагалось. Диагноз детей зачастую связан с образом жизни, который ведут папа и мама», — говорит Андреас Шторм, один из участников исследования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова